здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим на такую тему как почему аутизм начинается в полтора два года собственно такой вопрос нам был вчера задан как реакция на одно из видео которые мы выложили недавно поэтому собственно и действительно этот вопрос возникает у многих родителей и поэтому я расскажу про это то что мы знаем во первых это ошибка думать что при внутриутробных инфекциях аутизм начинается в полтора два года он начинается сразу после рождения собственно начинается видимо еще до рождения просто мы этого не видим просто поражение это оно затрагивает те области мозга которые отвечают за высшую нервную деятельность которые у младенца в общем-то еще пока что не проявляется поэтому этих признаков еще не видно потом бывают разные степени повреждения мозга бывают легкие степени тогда у ребенка просто могут возникать трудности в обучении той или иной степени проблематичности или могут возникать легкие степени аутизма могут возникать более тяжелой степени аутизма может возникать умственная отсталость может возникать даже детский церебральный паралич все это Это зависит от того, насколько сильно вирус повредил детский мозг. Потом мы опять же возвращаемся к диагностике. Почему так поздно, в общем-то, почему не видно, да? Видно, просто многие родители, в общем-то, как бы не обращают внимания. До полутора-двух лет многие признаки, многие симптомы, они как бы неоднозначны. То есть их можно толковать так, а можно толковать и, так скажем. Маленький ребенок что-то не делает там не потому, что он не может, а потому что он не хочет. Ну, в общем, короче, всегда вот так можно как-то толковать. Поэтому к этому относятся очень осторожно в маленьком возрасте. Родители, у которых уже есть опыт и которые очень внимательно относятся к своим детям, они замечают отклонения очень рано. Некоторые замечают еще до года, даже если, в общем-то, не тяжелые отклонения. Бывают отклонения такие тяжелые, что уже там, скажем, в полгода уже видно, что ребенок не функционирует. Например, ребенок, который сидит в своей кроватке и вообще не движется, вот целыми днями смотрит в одну точку. Тут понятно сразу, что уже, в общем, с момента, как ребенок сел и больше ничего не делает, очень понятно, что есть какая-то проблема. А если у ребенка проблема слабая, то ребенок, в общем-то, как-то там играет, как-то там даже общается с родителями. Ну, да, обращают внимание, например, что он не смотрит в глаза, что он там, допустим, игра у него ограничивается тем, что он открывает и закрывает ящики. Ну, и списывают это там на какие-то особенности характера ребенка. То есть, в общем, не думают, что есть какая-то реальная проблема. Родители неопытные, как бы они меньше обращают еще внимания на вот эти всякие симптомы. И всегда, как бы, не всегда, а, в общем, часто они уговаривают себя, что нет, это все пройдет, это все случайно, это все по каким-то другим причинам. И, собственно, в таких случаях только взгляд со стороны, и, например, там врач, воспитатель опытный в детском саду, психолог, помогают родителям понять, что у ребенка есть проблема. Вот, кстати, именно эта группа родителей считает, что аутизм начался у ребенка вот в полтора там или два года, что вот до двух лет ребенок замечательно развивался, а потом вдруг... На самом деле такое тоже бывает, но это не при внутриутробных инфекциях. При внутриутробных инфекциях проблему можно отследить, как бы, изначально. Некоторые, как бы, повреждения мозга можно отследить только тогда, когда ребенок уже способен заниматься той деятельностью, которая задействует эти части мозга. То есть, например, он не может научиться считать. Да, понятно, что, скажем, полуторалетний ребенок считать не будет. А, например, уже шестилетний обязан считать. Если шестилетний не может посчитать даже 1, 2, 3, то очевидно, что есть какая-то проблема. Бывают, естественно, повреждения мозга и связанные с ними, как бы, проявления, которые определяются, которые вызываются не внутриутробными инфекциями, а какими-то уже детскими заболеваниями. То есть, например, энцефалит разного происхождения. То есть это могут быть осложнения от кори, от ветрянки, от краснухи и прочее. В этих случаях все правда. То есть, совершенно верно. Ребенок совершенно замечательно развивается до болезни. И после болезни начинается быстрая регрессия. То есть проблемы начинаются после того, как у ребенка повреждается мозг, что происходит в каком-то конкретном возрасте. И ребенок уже ухудшается. Иногда, к счастью, редко бывают осложнения от прививок. Собственно, тот же самый коревой энцефалит, только в более легкой форме, который приводит к энцефалопатиям разной степени тяжести. Это случается редко, как правило, у ослабленных детей. То есть, например, недоношенные дети однозначно в группе риска. Вот по этому делу. И в этом случае действительно начало болезни может быть связано с датой прививки. То есть вот до прививки ребенок развивался, а через три дня после прививки вдруг начинается активная регрессия, и ребенок впадает в аутическое состояние. При наличии внутриутробной инфекции, если уже у ребенка заранее была внутриутробная инфекция, которую, допустим, не замечали, то прививка иногда может усиливать симптомы. То есть у ребенка были слабые симптомы, а после того, как сделали прививку, то ослабленный вирус прививки накладывается на уже активный вирус, который есть в организме, и симптомы начинают усиливаться. Тогда родители вдруг понимают, что да, что-то не в порядке. Собственно, в этих случаях, очень грустные, конечно, случаи, но в этих случаях надо понимать, что прививка не явилась причиной этого состояния, а она просто, так сказать, подчеркнула, выявила эти симптомы. То есть и без прививки они все равно бы развивались, просто, возможно, это бы стало очень явным, допустим, не в полтора-два года, а, скажем, в три-четыре. То есть все равно это никуда бы не делось. В общем, если суммировать все, то, пожалуй, можно сказать, что полтора-два года – это тот возраст, когда ребенок начинает осваивать навыки, связанные с высшей нервной деятельностью. То есть включаются те области мозга, которые до сих пор не работали, которые не были задействованы. И именно эти области мозга обычно поражаются при внутриутробных вирусных инфекциях. То есть пока ребенок пользовался здоровыми частями мозга, все было хорошо. Как только он начал задействовать поврежденные области мозга, тут же начались какие-то симптомы. Собственно, вот это примерно то, что мы наблюдаем на детях, которые к нам приходят, приезжают. И, в общем, вот такая у нас наша статистика. А теперь всем до свидания, всем доброго вечера, спокойной ночи.